Добрый вечер дорогие телезрители! Добрый вечер! Добрый вечер дорогие телезрители! 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 коврики. Другой фирмы сторонней, это делегат просто не примет эти соревнования. Только при условии использования этого оборудования будет зафиксирован результат официально. Да. И этот результат наших детей, которые примут участие, он пойдет в общую таблицу мировую. Мировой рейтинг они попадают, и они смотрят. Разные рекорды есть. Есть мировой, континентальный, есть национальный рекорд. У нас в республике тоже будет свой национальный рекорд, когда мы сделаем региональный. Не российский, а якутский рекорд сделаем. Поэтому у нас очень много сейчас возможностей откроется. Может, будущие рекордсмены сидят, да? Да, может быть, вполне. Ну и вообще, как проходят соревнования? Вот сели они, выбирают дисциплину сами, или они обязаны участвовать во всех пяти? Они должны заранее зарегистрироваться на этих соревнованиях, и заранее должны были указать, какие они будут кубики собирать. И мы уже отталкиваясь от этого, готовим сами соревнования. Столы, судьи готовим, печатаем протоколы заранее. Хорошо, ну давайте для наглядности попросим Яну показать, насколько же она быстро собирает кубик Рубика. Итак, Яна, расскажи, какой кубик ты будешь собирать? Я буду собирать кубик 3х3. 3х3. И на какой результат ты надеешься, и какой личный у тебя рекорд? На 21 секунду. На 21 секунду. Ну, давайте попробуем, да, и Дмитрий, пожалуйста, прокомментируйте. Вот представим, что это соревнование, да? Да. Дисциплина сборки кубика 3х3. Да, вот мы будем давать детям закрытый кубик, они не видят его. Судья приносит в закрытом виде. Мы открываем, даем на осмотр максимум 15 секунд. Участник смотрит 15 секунд и должен обязательно начать сборку. Ну, такой регламент. И важный момент, вот, как разбрасывается. А, да. Все кубики разбираются одинаково, всех одинаково. Называется скрамбл. Перемешивание кубика. Допустим, у нас 150 участников на трешке. Мы всем 150 участникам разберем одинаково кубик, чтобы были одинаковые условия. У них 5 попыток. Мы 5 раз разберем одинаково, но эти все 5 разборок будут разные. Каждый раз взяв его, он увидит другую картину. Поэтому все зависит от мастерства. И здесь, я бы сказал, маленький процент всего лишь везения. Здесь процесс, процент тренировки их. И именно, получается, ну, все дело в мастерстве, да? Ну что ж, давайте Яна нам продемонстрирует свои навыки. Вот у нас по регламенту уже 15 секунд пошли, да, как я понимаю, на изучение. Да, Яна сейчас изучает куб, где, что, откуда начнет. И она уже готова. Ага, и у нас, вот видим, таймер начал отсчитывать, да? Я не успеваю даже смотреть, как она это делает. Да, глаз может не заметить. Вот сразу можно понять, да, то, что насколько данная дисциплина полезна для детей, вот именно для моторики рук, да, скорости мышления. И вот мы видим, уже 20 секунд Яна говорила, то, что справится, хочет справиться за 22 секунды, и она сдержала слово, да? 22 секунды, и там у нас сотые дальше пошли тысячи. С ума сойти, телезрители, вы видели, что она даже его не переворачивала. То есть я бы его и так, и так. У нее он держится все время в фиксированном положении, у нее пальцы вот здесь. Она даже тут не видит, она просто вот это все крутила здесь внизу. Ну, действительно, ловкость рук. Я такое видела только по телевизору. Хорошо, отлично. Теперь живую. Да, удивительно просто, конечно. Ну и у нас вот с 7 апреля уже пройдет чемпионат, и приедет делегат, и по итогам этих соревнований, надеемся, что у нас будет организовано региональное отделение Российской Федерации спид-кубинга. И в дальнейшем у нас какие планы по развитию вот этого вот замечательного вида спорта? Самая главная наша цель – это открыть клуб, в котором дети могут собраться. И дети, которые даже не умеют, но хотят научиться собирать кубик, придут и поделятся опытом, научатся, как правильно же собирать это. И окунуться в эту атмосферу, вот этих кубических головоломок, различных механических. Также они будут общаться. Может быть, мы их будем перемешивать с другими национальными играми. Все это – мелкая моторика, мелкие вот эти движения и логическое мышление. То есть перспективы развития у нас есть. Да, горизонт. Я думаю, что некоторые наши телезрители откуда-то достали старый детский кубик, сейчас тоже, может быть, сидят и пытаются собрать. И вдруг у них возникло желание принять участие в чемпионате. Открыт ли прием заявок, и может ли любой желающий просто заявиться и принять участие в чемпионате? Нет. Регистрация официально закончилась 3 апреля. Она началась 8 марта. И у нас есть потолок 150 участников. Физически просто, да. И уже они почти есть. Но осталось буквально 5 свободных мест. И они будут регистрироваться, дополнительная регистрация через меня. Они мне будут отправлять информацию. Я эту информацию буду передавать в ИЦА. Они рассматривают эту информацию и передают информацию делегату. И потом только одобряют. Поэтому это очень сложная процедура. Их вбивают в базу данных в ИЦА. То есть у нас 150 человек уже есть. И не удастся заявиться. Но во всяком случае можно будет прийти и посмотреть, где состоятся. Это состоится в технопарке Якутия по адресу Труда 1. Мы уже это помещение готовим. Все должно пройти на высшем уровне. Ну что, спасибо большое, что посетили наш эфир. Вот хотелось вопрос задать Арлхану. А у тебя самый любимый какой кубик Рубика? Который легче всего тебе собирается? Какой? Ну, можно 3 на 3. 3 на 3, да? Что собирала Яна, кстати. Да, да, да. А у Яны? 2 на 2. А попроще, да? 2 на 2. Отлично. Ну, здесь их просто большое множество. Глаза разбегаются, да? Но ребята любят, чтобы немножечко попроще, да? Сложнее, наверное, будет собирать вот такие, да? Ну что, ребят, мы желаем вам удачи, конечно, на этом чемпионате. Дай бог, чтобы вы заняли первые места. Ну, а мы не прощаемся с вами, дорогие телезрители. Оставайтесь с нами. После рекламной паузы мы продолжим наш эфир. Да, оставайтесь с нами, дорогие друзья. Чемпионат состоится 7 апреля в технопарке. Приходите, смотрите, болейте за ребят. Итак, мы продолжаем наш прямой эфир. Вы смотрите программу «Спортлуп». Ну, очень интересно был первый блок, второй блок, забегая вперед. Я скажу, что он не менее интереснее. Да, мы будем говорить о футболе, но о футболе не совсем традиционном, а именно о футболе уличном. Вот недавно у нас в Якутске, если быть точнее, 24 марта, прошел турнир по панне, так называемый. Что за иностранное слово у вас? Да, ну, если попроще говорить, это один из видов уличного футбола. И, как вы догадались, дорогие друзья, мы пригласили в студию организаторов и участников этих соревнований. С большим удовольствием мы представляем вам гостей нашего второго блока. У нас в студии организатор турнира по уличному футболу Рустам Хисматурин и участники этих соревнований Михаил Махачинов и Денис Аверьянов. Добрый вечер. Ну, первый вопрос, конечно, к организатору подобного мероприятия. Как часто вы его проводите и насколько масштабное все-таки это считается событие в мире нашего спорта? Ну, пана, конечно, из себя представляет. Это один из видов уличного футбола. Зародился он в Амстердаме, ну, а в России он у нас с 2011 года. Первый турнир у нас прошел 24 марта. Когда участников было 30, мы их поделили на младшую группу и на старшую. Ну, вот перед вами победитель старшей группы. А то бы, если бы это были младшие, у меня бы вопрос был тогда, кто старший, да? То есть 30 человек пришло? Да. А это у вас до этого был какой-то клуб любителей, да? Или как вот вы нашли-то себе единомышленников именно? Ну, вообще, я учился в Якутском педагогическом колледже, наверное, скульптурно. И мой однокурсник с Москвы позвонил и сказал, вот, то, что я побывал на чемпионате мира в Москве. Как раз компания Adidas проводила для всех желающих игры по пани. И он как раз попал туда, ну, посмотреть. И он оттуда мне звонит, давай, как бы, проведем это в Якутске. Попробуем, да? Да. И вот, провели первый турнир, готовились к этому месяц. Ну, и к тому же, у нас в Якутске любителей футбола достаточно. Я знаю, сам лично знаю, что очень много ребят увлекаются и фристайлом. И, конечно же, эта тема, ну, конечно же, понравилась нашим ребятам. Ну, я думаю, любители футбола, конечно, вот, находили, да, в интернете множество видео, вот, именно по панне, да? Что же из себя представляет панна? Вот, как мы знаем, это маленькая игровая площадка с двумя воротами. И смысл у нас какой? Один игрок противостоит другому. И, как мы знаем, вот, там важнее прокинуть мяч именно между ног, да? То есть это дает больше баллов, чем гол. Вот, расскажите, пожалуйста, подробнее о специфике этого вида. Ну, сама площадка по стандартам должна 5 метров площадки. Ворота метр. И дается 3 минуты, участники заходят в площадку, и один-один, мячик бросается, время засекается 3 минуты, и они начинают. И мяч должны прокинуть между ног соперника. Это будет даже выше, чем просто забить гол. И еще существует рейтинговая система. Допустим, если он выигрывает, когда прокидывает мяч между ног, то сразу выигрывает автоматически. 4 балла. Если по голам, то 3 балла. Если проигрывает, 1 балл. Интересная система распределения. Телезрители могут увидеть подобные соревнования на своем экране, но это надо понять еще. Потому что для меня я, допустим, с первого раза так и не вникла в правила. Это достаточно сложно. Вот давайте поговорим с ребятами. Михаил, как вы узнали о том, что существует вообще такое движение, как Панна, и решили ли сразу принять участие, или вас все-таки кто-то туда надоумил пойти? Ну да, здравствуйте. Я знал про Панну где-то с 2014 года. А на мероприятие я... Ну, мне друзья отправили, я давно знал про Панну. А то, что в Якутске впервые открылся, и меня друзья натолкнули на это. Попробовал, и получается не зря, как мы знаем. Хорошо. А что касается Дениса, вот вопрос такой. Все мы, например, любим играть в футбол, да, конечно же, там есть дриблинг, например, обыграть соперника, да, вот, а Панна, конечно, ситуация несколько иная. Да, тут некому дать пасту, ты обязан обыграть соперника, да, и как ты тренировался? Еще в рамках вот этих пяти метров, да? Ну, в основном я занимаюсь футболом с детства, уже какие-то заготовки отточил там. Ну, в основном техника дриблинг. Должен попытаться запутать соперника обманным финтом, движением, чтобы он, ну, чтобы прокинуть его между ног. Но это очень трудно, потому что все зациклены, чтобы не прокинуть. Все время так, находятся в такой позе, да, закрытой. Поэтому, ну, турнир сбалансирован, и у нас есть ворота. Ну, действительно, бывает очень обидно, когда играешь в футбол, и тебе прокидывает мяч между ног. Ну, что ж, наши телезрители видели, да, как бы, вот, отрывки из турнира, который прошел у нас 24 марта. Это первые соревнования по Панне, которые прошли. А давайте сейчас попробуем в студии, да, вот, показать самые базовые движения этого вида уличного футбола. Вот мы видим, ребята пришли с мячами. Давайте пройдемте в свободную зону и попробуем разобраться, вот, что же из себя представляет Панна. Итак, вот, рисуем, да, вот, в голове у нас площадку 5 на 5. Площадка ваша чуть дальше, вот, да. Ну, получается, основные движения, ну, у каждого, я как сказал, свои заготовочки, но есть базовые движения, которые, ну, в основном все применяют. Допустим, вот, называем треугольник и прокидываем мяч. Показал в одну сторону, дождался момента нужного. Да, и прокинул. И сколько у нас, кстати, вот, очков-то давало? Да, если опрокидываем, да, 4 балла. 4 балла сразу, да, хорошо. Еще покажу. Есть, ну, всякие. Вот, получается. Есть, да? Да. Ну, как и вот в видеохостинге YouTube, да, вот, много вот этих обманных движений и задача вот опрокинуть мяч между ног или же забить. А вот как вот вы строите тактику? Например, вы нацелены, конечно же, на то, чтобы протолкнуть мяч между ног, но, тем не менее, есть вариант еще и забить гол. Да, забить гол. И как-то вы в уме это считаете, или же вы все-таки нацелены только на нотмэк? Ну, лучше было бы, ну, если ты прокинешь, но если не получится, то... Ну, надо забивать голы, так как, ну, если не прокинешь за 3 минуты, то... Можно выиграть за 3 минуты. Вот мы в финале встречались. Вот я проиграл 2-1 по голам. По голам. А, у вас там не было вот опрокидывания мяча между ног, именно по голам разобрались? Да, по голам разобрались. Хорошо. Вы убили победителя. Ну, очень интересная дисциплина, которая требует, конечно же, определенного уровня техники, да. Я попрошу ребят продемонстрировать нашим телезрителям вот что-нибудь из фристайла, да. Вот, пожалуйста, вот в ту сторону давайте покажем. Давайте. Ну, чеканит мяч и видим, да, вот самое популярное, пожалуй, движение фристайля вот вокруг света, так называемое, да. И балансировка мяча. Ну, видно, что с техникой у ребят все в порядке. Ребята, профи своего дела, присаживайтесь. Да, давайте пройдемте обратно. А если все-таки вернуться к этим соревнованиям, ребята все-таки играют же сами за себя, правильно? То есть здесь и у вас есть какой-то своеобразный рейтинг или как, или просто есть первое, второе, третье место? Да, у нас ведется рейтинговая система. Рейтинговая система ведется по очкам. Кто, набравшись в 2020 году, мы планируем в феврале, кто наберет самое большее количество очков, тот летит в Москву представлять наш регион в гранд-финале среди лучших участников России. Это в 2020? А до 2020 мы пока... Мы будем проводить, планируем 5-8 рейтинговых турниров провести. Ну, вот первые соревнования собрали порядка 30 же, да, человек? Да. Ну, по заявкам было больше. Больше, больше. Ну, заявились 30, да? Ну, все равно неплохо, учитывая именно специфичность этого вида. Помимо самой паны, вот что-нибудь еще было в программе соревнований? Да, мы сделали номинации, кто сделает больше вокруг света, допустим. То есть подряд, да, именно? Да. А, нет, не подряд. То есть за один бро больше, да. Мы сразу, допустим, в эту маленькую площадку, мы сразу пятерых участников, и все одновременно начинают, и кто последний остается, тот и не играет. Ну, то есть такие, это как бы дополнительные бонусы такие, да, в программе? Да, или не шоу. Шоу, шоу. Ну, ребята, вот вы сказали о том, что все-таки вы являетесь представителями старшей группы, да, то есть есть еще и младшие, это, наверное, скорее всего школьники, да? Да. Это ребята школьного возраста, да? Они сами, вот, сами тренируются процесс, да, или все-таки есть какие-то старшие наставники, кто им это показывает и объясняет? У вас вот эта система уже налажена, что есть какие-то тренера, преподаватели, или все сами? Пока нет. Пока нет. Сами дети учатся во дворах, и так далее. Ну, то и уличный футбол. Уличный футбол, действительно. Дворовый футбол жив, и он будет жив, конечно же. Ну, ребята, прекрасно мы понимаем, что вы сами в футбол играете, и насколько часто вот, ну, по ходу обычного матча удается вот опрокинуть мяч между ног соперника. И насколько вы зациклены именно на этом? Ну, во время, ну, таких матчей нет, конечно, но, если так, просто на тренировках, в двухсторонках, можно там прокинуть несколько раз. Хорошо, отлично. А вот мы знаем то, что у нас достаточно развито, да, вот движение фристайла в республике, есть у нас люди, которые выступали на хорошем уровне и на российской арене. А вот насколько вы уделяете внимание вот именно фристайлу? Сколько много времени? Фристайлу? Мам. Ну, я фристайлом увлекся где-то, наверное, в шестом классе, в 2006 году. Ну, только базовые движения учил в детстве. Сначала не получалось, потом. Ну, пробовал, пробовал, стало получаться. Но сильно на большой уровень так, ну, не пробовал. Ребят, а тогда вот просто, все-таки вам по душе вот эта панна, да, уличный футбол. А большой-то не хотели поиграть вот так, как положено в составе команды, например, Заря? Пробовали в городских лигах выступать, в республиканских соревнованиях участвовал по мини-футболу. Ну, там в основном командная игра. Да, да. Но если ошибешься, это очень большая вероятность ошибиться, если выполнять какие-то трюки. Поэтому в основном такие способы приемов не применяем. Ну, в городских лигах вам не дадут, там много опрокидывать мяч между ног, конечно. Хорошо. Ну, и такой вопрос, конечно, мы адресуем Рустаму. Вот дальнейшие планы по развитию такого интересного вида, как пана. Вот мы знаем, что в 2020-м намерены отправить лучшего, представлять Якутию на российской арене. А вот, например, прошел первый турнир. Хорошо, это отлично. Следующий турнир когда планируется и, может быть, какие-то нововведения будут? Ну, пока турнир мы хотим до февраля, наша главная задача провести 5-8 турниров. 5-8? Ну, во время, ну, до февраля, конечно, мы будем проводить тренировки. В это воскресенье будет тренировка открытая. И вот каждую неделю мы где-то по 2 тренировки будем проводить. Нас очень сильно, вот, скажу, поддержали вот наш молодежный центр, это Арена 31. С призами очень помогли, это спортбаза, клуб, директор. То есть есть люди, которые вам помогают и верят в ваше продвижение, да? Вот очень интересно, Даша, вот, например, многие любители футбола, да, вот, среди наших телезрителей, да, вдруг заинтересовались движением пана. Да, куда, куда податься, куда податься. На тренировках, может ли любой человек заявиться и принять участие в тренировке? Когда им подходить и куда? Ну, мы, конечно, находимся, это самая популярная соцсети, это Инстаграм. Там есть номер, электронная почта, туда можете позвонить. И связаться с вами. Легко и просто. Ну, что, спасибо большое, ребята, что посетили наш эфир. И, конечно, мы желаем панни-движению, продвижения, да? Вот так вот. Да, ребята, большое спасибо, что нашли время посетить нашу студию. Мы желаем вам успехов в дальнейшем развитии панны. Ну, что же, дорогие друзья, перед тем, как уйти на рекламу, мы напомним о том, что 24 марта прошел первый турнир по панне, и мы ждем, конечно же, продолжения. Ну, а мы с вами увидимся после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Спорт-клуб». Власий уже весь в нетерпении начать третий влог, потому что это вновь его любимая тема. Да, продолжаем говорить о футболе. Теперь, если же мы в предыдущем блоке говорили об уличном футболе, о пане, да, то сейчас мы возвращаемся к истокам этого вида спорта и будем говорить о мини-футболе. Ведь у нас в городе Якутске стартовала «Спартакяда» среди учащихся, и эти традиционные ежегодные соревнования у нас открывает мини-футбол. И мы пригласили организаторов, участников этих состязаний. У нас сегодня в студии тренер сборной команды города Якутска по мини-футболу среди учащихся Анатолий Самков, а также тренер сборной Мирненского района по мини-футболу среди учащихся Андрей Кулагин. И, собственно, подопечные наших гостей, игрок сборной команды города Якутска Саша Светличный и Кирилл Савосеев, игрок сборной команды Мирненского района. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, конечно, первый вопрос к вам. Стартовала уже Спартакиада, открываем с мини-футбола. На сегодняшний день сколько команд, какова география? Добрый вечер, уважаемые телезрители. 4 апреля стартовала Спартакиада школьников Республики Саха-Якутия по мини-футболу. География обширная. Приехала Алёкминск и мирные, это братья, противоположные стороны Якутии. 10 команд. Мирные, Алёкминск, Мегина-Кангаласы и другие команды. Команды разбиты на две группы. Прошло два тура. Лидеры первой группы это Якутия, Мегина-Кангаласы, Сунтары. Между Сунтаром, Мегина-Кангаласы будут решаться, кто попадет в четверку сильнейших. Во второй группе лидеры мирные. Дальше идет Хангалаский Улус. Рядом с ними Алданский район. И вот во встрече между Хангаласским Улусом и Алданским районом решится, кто займет второе место и попадет в финальную четверку. А дальше будем также разыгрывать. Раз это зачет Спартакиады, нам надо разыграть все 10 мест. Так что хочу немножко коснуться соревнований. Очень приятное впечатление оставила команда Мирного. Приехали ребята с запада страны нашей, необъятной Якутии. Мегина-Кангаласы неплохо смотрится. Ну и порадовали, что в Сунтарах всегда были у нас аусайдеры, а тут показывают неплохой футбол. Поднимают уровень. Что? Поднимают уровень. Да, поднимается уровень. Ну и также приятно, что играет команда Алданского района. Тоже неплохая команда. И как во всех соревнованиях, вот кого я назвал, и Хангалаский Улус, да, это лидеры детского футбола. Что вот летний футбол, а не вот лидеры, что зимой. Это о чем я говорю, что география футбола у нас растет. Вот не только вот Алмаз Алроса и Дюша-4 готовит футболиста в разные сборные, да. Но у нас есть в районах, мы посмотрели, вот удивились, что в Хандыге есть неплохой мальчик, да. В Алекминске хороший мальчик играет, что можно будет приглашать в сборную мини-футбол для участия в международных игр здесь и Азии. Но мне обидно, что раз вот такие соревнования, футбольная школа, нервные говорят, мы в мини-футбол не играем. И не приехали на эти соревнования. Это я хотел бы обратить в Министерство спорта и в директорат футбольной школы. Почему не посылают? Они ездят на Дальний Восток, вот мы играем на Дальнем Востоке, а на республиканские соревнования не приезжают. Анатолий Михайлович, хорошо, мы ждем команду Нерингри на следующих стартах, но зато в Якутск, столице нашей республики, вот прилетела команда из Мирненского района. И обратимся к Андрею, вот привезли команду, как проходил отбор в вашу сборную и как себя проявили ребята на паркете? Проявляют. Проявляют. Да, проявляют. Проявляют еще. Да, правильно. Ну, изначально мы, в общем-то мы не планировали приехать, потому что сначала нам сообщили, что будет по футболу проходить соревнования. Мы еще удивились, потому что все-таки у нас республика не богата, чтобы столько команд на Спартаке участвовать. Я удивился, думаю, по поводу, ну и мы отказались сначала, потому что мы футбол не, у нас в общем-то мини-футбол основа, наш конек. И все-таки ребята 2004-2005 года, у нас, я тренер 2003 года, тренирую, да? Ну и плюс там четвертый год ребята, которые наиболее одаренные, они занимаются с третьим годом. А так у нас, допустим, есть четвертый, пятый год отдельная команда, пятый год отдельная команда. Вот, но когда нам пришло положение недавно, не так давно, когда пересмотрели и решение приняли, что будет мини-футбол, что, в принципе, я думаю, именно для нашей республики это правильно, чтобы мы не обращали взор на какие-то школы футбольные, чтобы у кого-то, как вот раньше бывали моменты, вот не только в футболе, там и в волейболе, и в баскетболе, когда, допустим, вот я в прошлом году, для меня было удивительно, что баскетбол Дети Азии проводилось, а девочки все были с Подмосковья. Ну, это ж не, это популяризации не будет, то есть баскетбол не будет, там и так же футбол. А когда вот перешло, что мини-футбол, когда вот и у руля там стоят такие корифеи футбола, как Антон Михайлович Ломков, да, и Марченко Олег, это меня сразу побудило к тому, что надо ехать, и надо вести все, что у нас есть, надо вести на этот просмотр, потому что время уже не ждет, это в 2020 году будут Дети Азии, это уже потеряно, ну, года два с половиной уже железно потеряно. И сейчас авральный режим, сейчас надо просмотр ребят привести, я даже приехал не столько, обычно я еду всегда, чтобы команду готовлю для того, чтобы команда побеждала, да, становилась чемпионом. В данный момент, сейчас, я даже не столь к этому поставлен, потому что мы готовились вообще на другие соревнования, например, в России по 2003 году, но мы не поехали туда, и деньги у нас, которые вот эти деньги остались, я пошел и буквально там за два дня объяснил нашему руководству, что это необходимо, даже как бы мы не выступили, но это необходимо, чтобы ребята, да, чтобы ребят посмотрели, и чтобы ребята, конечно, они, чтобы у них была цель, потому что если нету цели, то тренироваться тоже люди же как работают, вот, поэтому для них этот момент, я вам говорю, что таких сборов у нас не было, но ребята у нас есть толковые, и надеемся, что вот сейчас, что приехали команды. В каком составе приехала ваша команда? Состав у нас получился, в общем-то, не полный, но практически все, что у нас есть, все, что у нас есть, мы привезли. Ну и хотелось бы спросить, вот в этой студии мы часто приглашали в качестве гостей представителей мини-футбольного клуба «Заря» и Анатолий Михайлович Насамков, тоже частый гость, да, ну а вот сегодня представители Мирницкого района, и хотелось бы точниться, вот, ну, поинтересоваться, да, вот, конечно же, мини-футбол, якутский мини-футбол сейчас в высшей лиге представляет одна команда Республики Саха-Якутия, мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса», которая, если не ошибаюсь, за 4 тура до конца регулярного чемпионата занимает вторую строчку в своей конференции, и сейчас вот подрастающее поколение, да, которое вы как раз привезли в Якутск, вот, сколько групп вот возрастных именно нацелены на, вот, будущее, вот, именно «Алмаза»? У нас 11 групп, у нас каждый тренер работает, группа у него, допустим, старших ребят есть, и младших, ну, я старший тренер в нашей школе, поэтому я веду 2003 год, 2003, это вот 2002-2003, самый старший, а так у нас, допустим, тренер ведет, если он ведет пятый год, он ведет десятый год, то есть, на тренера, на него у нас два возраста, и у нас работает, у нас школа где-то, не где-то, я вам точно скажу, 243 человека сейчас насчитывает наша школа детей. Очень много, да? Ну, да, да, да. Есть с кем работать, да, есть с кем? Да, там, получается, от семи, первый класс, у нас еще есть с 5-6 лет, ну, это подготовительная группа, мы это даже не в счет, мы не считаем, то есть, кто у нас конкретно уже приходит, пишет заявление, кто у нас в нашей школе. Давайте поговорим вот с теми самыми ребятами, которые приехали, ну, один из них, давай начнем с нашего все-таки гостя, да, который приехал с города Мирный. Кирилл, вот сколько лет ты уже занимаешься мини-футболом, и вот насколько ты уверен в своей команде сегодня, вот на этой Спартакеане? Я занимаюсь футболом уже 6 лет, я думаю, что мы попытаемся занять хотя бы призовое место какое-нибудь еще. То есть задача стоит войти в призовую тротуару? Он у нас самый молодой, тренер берет слово. Да, он молодой, 2006 года, то есть у него тренер, я его взял, чтобы для 2006 года был стимул, чтобы они видели, что хорошо мальчик тренируется, и он должен, то есть открытой, сборной команды у нас открыты двери для ребят, да. Поэтому он как первый его выезд. Первый его выезд, да. Ну, Кирилл, я уверен, что у тебя есть цель, да, вот дойти до основного состава мини-футбольного клуба «Алмаза-Рос». Все верно? Да. Мечта. Ну, он даже, посмотри, он даже уже правильно подходит своему образу, видишь, у него уже такая стильная прическа, чтобы его заметили, причем выделили, поверь мне, вот здесь, наверное, вот и главное. Вот я всегда не спорю. Да, вот я его уже заметила в любом случае. Хорошо. Здесь у нас есть опытный футболист уже, Саша, да. Саша, ты в мини-футбол уже играешь много лет, правильно? Шесть лет. Шесть лет также, да. Но ты у нас очень такой опытный спортсмен, да, вот. И о нашей команде, вот расскажи все-таки, с ребятами ты уже давно работаешь, и кто ваш главный соперник, на твой взгляд? Ну, один из главных соперников, я считаю, не «Эрингри», но также «Мирная», потому что сильная команда. Ну, и «Виктория», одни из сильных команд, я считаю, их. Раньше было пуль, сейчас уже не знаю, скорее всего, нет. Но «Виктория» также представляет якутцам. Нет, мы как сборная команда, да. Ага, хорошо. Сборная же. Ну, как я знаю, вот соревнования проходят по четырем группам, да? Нет. В четырех группах? Нет, нет, нет. Это сборная «Спартакеада» один возраст, 2004-2005 год. И у нас соревнования продлятся до 7 апреля, и, например, вот телезрители захотят прийти и посмотреть соревнования. А, ну, я могу сказать, что предварительные игры были в Доксуне, да, а финальные игры состоятся в Диша-4, да, завтра начало 10 часов, а в воскресенье также в финале, полуфинале 10 часов, да. Ну, я вот немножко хотел бы затронуть, вот, раз мы заговорили о детях Азии, да, но главный тренер, значит, Марченко, да, директор Диша-4 Трофима Альбертова, дал добро, чтобы он возглавил сборную, ну, и ребята будут у нас готовиться, вот, зиму, да, в Диша-4, директор заверил, что предоставим все условия, чтобы там занимались. Отлично. Да, Анатолий Михайлович, действительно, стоят накануне не только медали, да, но и формирование сборной команды Республики Саха-Якутия для участия на грядущих играх «Дети Азии». Ну, что ж, мы желаем вам успехов в оставшиеся дни «Спартакеада» учащихся, ну, и, дорогие телезрители, еще раз напомним, то, что программа «Спартакеада» учащихся открыта соревнованиями по мини-футболу. Смотрите эти соревнования, а мы с вами увидимся после короткой рекламной паузы. Дорогие друзья, с вами в ночь в прямом эфире телепередача «Спортклуб». В студии по-прежнему работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну, Влас, сегодня заключительный блок нашей программы, мы решили посвятить такому современному направлению фитнеса. Мы часто говорим о различных видах, да, потому что 21 век, все прям в спорте, все любят спорт и постоянно развиваются новые направления. И совсем недавно в нашем городе я вот услышала случайно от подруги, что она пошла и занималась в спортзале фитнесом, но не просто фитнесом, а спецодежде, и получала еще заряд тока, удар тока, или как правильно сказать. Ну, в общем, именно поэтому мы пригласили в студию тренера по бодибилдингу и фитнесу Георгий Липсервидце. Простите, пожалуйста, сложно выговорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Георгий, вот мы сегодня поговорим с вами о таком виде фитнеса, как, если правильно сказать, МС, правильно? Да, верно. Вот что это такое? Ну, в двух словах, МС, я расшифрую аббревиатуру, это электромиостимуляция. МИО означает мышца, мы получаем электромышечную стимуляцию. То есть, если уходить вглубь истории, да, все началось тогда, когда Луиджи Гальвани, итальянский ученый, обнаружил, что электрические импульсы воздействуют на мышцу, заставляя ее сокращаться. И уже впоследствии это легло в основу направления медицины, такое, как физиотерапия, физиолечение. И все вы знаете, вот в случае, когда, допустим, человек долго лежит, да, ну клиент, то есть, пардон, больной. Больной, пациент. Пациент, да, лежит, и мышцы начинают атрофироваться. Вот такие случаи, когда они бездействуют для того, чтобы наладить кровообращение, в том числе в числе других разновидностей терапии, проводится электромиостимуляция в медицине. И вот уже на рубеже веков, в начале 21 века, это МС перетекла в фитус-индустрию. И на данный момент мы имеем довольно обширную линейку тренажеров, проводные, беспроводные и прочее, которые позволяют людям приходить в зал и экономить свое время, тренироваться довольно эффективно. Ну, то есть, здесь акцент делается на то, что можно быстрее добиться эффекта, нежели вот благодаря МС, да, или как это, или не обязательно, то есть, допустим, мне кажется, самая глобальная тема уже разжигание, да, и вот девочки все думают, если ты придешь, в этом костюме позанимаешься, похудеешь быстрее, нежели ты будешь делать это без этого. Ну, я бы сказал, что это не совсем корректно, мягко говоря. То есть, быстрее, чем обычная тренировка, это не пройдет. Работает это так, что за 20 минут тренировки на МС-тренажере вы можете проработать так, как будто работали час или, может быть, даже два в обычном фитнес-зале. Ну, и степень интенсивности можно подобрать так, что это будет сопоставимо. А сам процесс жиросжигания от этого не ускорится. Более того, если вы занимаетесь с неквалифицированным тренером, то это вообще крайне маловероятно, что вы добьетесь какого-то результата. Вообще сдвинетесь, да, с места. Да, неважно, фитнес это обычной студии или ЕМС-фитнес, поэтому тут много всего зависит от тренера, конечно, от его квалификации. Ну, вот мы все время говорим ЕМС, ЕМС, а для простого обозревателя, да, это, наверное, вообще непонятно, да, какое-то слово. Поэтому давайте мы покажем, вот, как выглядит все-таки этот тренажер. Власий, ты в виде у нас спортсмена. Хорошо, смотрите. Я бы сказал, что это часть тренажера, конкретно в данном случае мы рассматриваем беспроводную модель. Это часть облачения, так сказать, да, то есть человек приходит, клиент, изначально на него надевается нательный костюм, то есть вам не нужно носить с собой форму, максимум вы берете с собой кроссовки. Вот, приходите, надеваете нательный костюм. Следующее, надеваете уже вот этот жилет. Предварительно здесь вот электроды, в местах крепления электродов, да, с этой стороны его необходимо смочить. Он смачивается чистой водой для лучшей проводимости электрических импульсов. Вот, давайте начнем. Мы вас сейчас облачим в него. Да, давайте попробуем, да? Давайте, давайте. Так. Так. Чуть пониже. Ага. Хорошо. Так, здесь стягиваем. Кроме того, мы здесь цепляем дополнительно на руки, лямки, давайте. Лаз, нет, ты выглядишь как этот, костюм водолаза. Водолаза? Давайте другую руку. Ну, пока очень интересно вот. На тебе кучу проводков, тебя на липучки приклеивают. Следующий этап. Крепим лямки на ноги, давайте. Очень много оказывается, да? Да, на кладрицепс. Ну, так. Да, примерно. Закреплю. А вот пока вы одеваете всю экипировку на властье, скажите, пожалуйста, сразу возникает вопрос. Противопоказания. И пояс на ягодице. Противопоказания. Придержите, пожалуйста. Противопоказания, да? Да, обязательно. Я начну с абсолютных противопоказаний. В числе таких это сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора, тяжелые нейрологические заболевания, психические заболевания, эпилепсия и онкология. В числе временных противопоказаний это беременность, грудное оскарбливание, менструация и любые заболевания в стадии декомпенсации и обострения. Конечно, на это обращаем особое внимание. Здесь ты тоже прошел? Да, тоже прошел. Отлично. Хорошо, вот я укомплектован, так скажем, да? Следующий этап. Есть блок питания. Он изначально заряжен. От него поступает электрический импульс. Мы его подключаем к вашему костюму. Он крепится здесь и фиксируется на кармашке. В дальнейшем этот блок питания синхронизируется с пультом управления. И уже через пульт управления квалифицированный тренер осуществляет непосредственно настройку и подачу импульсов электрических через блок питания на ваш костюм. То есть все элементы, которые сейчас на мне, они будут подавать ток, да? Да, в местах крепления электродов у вас будет постепенно поступать электрический импульс. Тогда вопрос сразу у меня, девочка, а дело такое костюм, больно это? То есть ощутимо или это тренер все контролирует? Но ты в процессе тренировки, ты это прям конкретно ощущаешь? То есть вот это скрикивание, а, у, вот это есть? Или это все более как-то щадящее? Ну, в скрикивании это все как бы индивидуально, да? То есть нагрузка подбирается исключительно индивидуально. То есть если человек говорит, здесь достаточно, то мы ничего больше не делаем, не добавляем. Можем снизить нагрузку или вообще ее убрать. То есть, допустим, грубо говоря, если у кого-то очень чувствительные грудные мышцы, да, ему нагрузки вообще можно не подавать, электрический импульс туда проходить не будет. Кто-то хочет побольше на руках, мы добавляем на руках, везде в основных местах не нужно. Или на руках, на ягодицах, вот если... То есть только будет подаваться туда, где вот будут именно работать группы мышц, да? Да, где необходимо. Ага, хорошо. Ну и очень интересно, действительно, и все это работает без проводов, да, как я понимаю? Ну, все провода находятся на данный момент на вас, то есть это электроды, непосредственно от жилета они расходятся по конечностям, руки, ноги, ягодицы, вот, и больше никакого провода, как бы, соединительного в данной модели конкретно нет. Класс, вот ты представляешь, что тебе еще помимо этого нужно, там, минут сорок еще упражнения делать стандартные? Нет, вот я стоял, стоял все время, да, вот сейчас попробовал подвигаться, нет, удобно, я ожидал, что будет все стеснять, да, каждое движение. Как робот, да? Нет, на самом деле, да, удобно и очень интересно, скажу я вам. Георгий, оправдали, что еще, ну, одевают влажную одежду, такое тоже практикуется? Одежда изначально сухая, просто мы смачиваем, как я уже говорил, сам костюм, сам тренажер, да, и в итоге, помимо этой влаги, ну, обычно человек, если занимается интенсивно, он потеет, и в конце тренировки он почти весь мокрый, да, такое бывает. Но вначале он одевает сухую надежду, нательный костюм всегда сухой. Это конкретно в данной модели, опять же, я говорю, есть модели, в которых нательный костюм не нужен. Ну, давайте присядем и продолжим, да? Георгий, а вот с какими, допустим, возможно, проблемами или с какими пожеланиями обычно приходят клиенты к вам вот именно на это фитнес-направление? Ну, вы уже назвали эту проблему, основная это жиросжигание, люди в основном хотят сбросить лишний вес, избавиться от этого, потому что это, ну, сказывается на здоровье, это тяжело всем и каждому, особенно впоследствии, если это длится многое, длительное время, годы дают о себе знать, и люди приходят в основном с этой проблемой. Есть некий процент людей, которые хотят набрать мышечную массу, то есть их противоположная сторона, да, но таких меньше намного. И этот тренажер тоже подходит для этого, да? Да, конечно. Для набора мышечной массы? Для набора, ну, я вам так скажу, набор мышечной массы возможен, но это относительно, допустим, занятий в тренажерном зале, в фитнес-клубе, это менее эффективно, на мой взгляд. На мой взгляд. Отлично. Вот мы говорим о фитнесе, да, вот у меня возник такой вопрос, могу ли я надеть подобное снаряжение и, например, заниматься не совсем фитнесом, да, а в игровые виды, командные виды спорта, ну, что-то другое или это направлено исключительно на фитнес? Ну, честно говоря, я слышал, что где-то там на западе такое экспериментировали, да, но на деле это маловероятно, потому что вот этот костюм, допустим, если он беспроводной, он должен быть связан с пунктом управления, то есть пульт управления, о котором я говорил. Если, допустим, это командный вид, там должно быть несколько людей, они все в этих костюмах, сигналы могут пересекаться и так далее, но это маловероятно и кому это надо, в принципе. Поэтому это отдельный вид тренировки, длится одна тренировка 20 минут, времени занимает немного, поэтому... И сколько раз в неделю для того, чтобы ощутить эффект нужно посещать подобное? Ну, вот обычно говорят, стандартный фитнес-клуб ходит три раза в неделю, здесь можно сделать то же самое, но я рекомендую там два раза, достаточно будет, в принципе, вполне, если заниматься эффективно. Мы говорили о том, что благодаря этому снаряжению, да, вот мы занимаемся короткое время, но это кажется как... Час. Да, час, да, но предположим, а что касается мышц, как переносит мышцы? То есть на следующий день так же лежишь и болеешь? Вот об этом я и говорю, что ощущения как раз-таки, да, приравниваются приблизительно тем, что испытываешь после тренировки часовой или кто-то даже двухчасовой, да, делает. Все зависит, опять-таки, от интенсивности, от квалифицированности тренера и от готовности клиента выполнять указания тренера, потому что от этого зависит тоже немало. Вот, и в принципе, да, есть такое понятие, как крепатура, синдром оставленной мышечной боли, он точно так же ощущается через день, через два, на следующий день, у кого как, по-разному. Ну, мы знаем то, что Георгий у нас победитель и призер многих республиканских соревнований по бодибилдингу и пауэрлифтингу, то есть человек знает, да, с чем он работает и по какой методике вы работаете и вообще как к этому подходите? Я немножко поправлю, не по пауэрлифтингу и бодибилдингу, а по армрестлингу. Немного другое. Немножко не то, да. Но все равно связано с нагрузками, да, большими. Так, ваш вопрос, по какой методике я работаю? Конкретно со своим телом? Нет, имеется в виду с клиентами, вот, например, вот. Вот это направление еще что-то. К каждому из клиентов у меня строго индивидуальный подход, я считаю, что это обязательно в любом случае, потому что нужно понимать, в каком состоянии человек к тебе пришел изначально, какие у него есть проблемы, к чему он расположен, какой у него есть опыт и так далее. Исходя из его целей, которые он хочет достичь, я уже простраиваю тренировочную программу, определяю, чем ему нужно заниматься, ну и вот, в принципе, подход к ним. А навязываете диету, честно скажите? Я не навязываю, я рекомендую. Рекомендуете. Опять-таки, да, нужно выполнять рекомендации тренера, об этом я и говорю. Ну, у нас очень хороший, замечательный тренер побывал сегодня в нашей студии и рассказал про новое фитнес-направление, как ЕМС. Ну что ж, друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Мы не прощаемся, мы увидимся с вами в следующую пятницу. Задимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин